здравствуйте дорогие друзья с вами интернет канал максимадзе и мы сегодня продолжаем проходить игру reddit redemption 2 что переводится на русский язык как кровь смерть и искупление короче говоря у нас есть несколько выборов задание леопольда штрауса проходить я не планирую во всяком случае пока но вот задание мистера пирсона и задание от грей это важные задания их надо прийти обязательно леопольда штрауса трогать пока не будем давайте начнем с пирсона поскольку он ближе всего к нам так погромче это ничего не слышу можешь говорить что тебе вздумается но предупреждаю если я в ближайшем будущем отсюда не выберусь кунте view если не прекратишь меня шикать убью тебя сейчас иди сюда морячок и тебе сейчас порежу уберите нож дамочка дэй чё такое с вами всю жизнь трогалась овощи я не собираюсь строгать их ооо извините мадам вашей подушке было мало пуха да нет мистер морган я не против работы но я хочу настоящую работу готовка это не работа мы с мужем работали вместе всегда я работал в поле я могу охотиться управляться ножом могу стрелять но предупреждаю если оставить меня здесь я сниму шкуру с этого жирного енота и состряпу не уже эй захлопни бать сумасшедшая бабенка эй перестаньте оба пошли со мной если ты хочешь выбраться отсюда наравне с мужчинами ладно но мы не только охотимся мы еще и скрываемся а те кто охотится на нас у них тоже есть оружие я смерти не боюсь ну это хорошо вам нужно что-нибудь мистер пирси мы с миссис адрер немного прокатимся да конечно вот вам список не могли бы отправить это письмо раз уж у той эти да конечно пошли цесса ну что ты идешь значит меня повысили из резких овощей до походов за покупками да замолчи пока что ты лучше ты уже остыла ну да я же не посудомойка я не собираюсь подчиняться этому потному недоумку но каждый из нас должен носить свой вклад в общее дело лицесса и где-то письмо но ты теперь его почту читаешь значит грабить и убивать это нормально но читать чужую почту это за гранью дозволил ну ладно держи дорогая тетушка коти ну ты даешь я уже давно не получал от вас вестей поэтому молюсь господу о том чтобы ваше состояние не ухудшилось парам парам папам скукотище бла 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 а стоп секунду вот послушай с тех пор как я получил от вас последнее письмо я даже прославился предупреждая ваш вопрос я еще не женился но уверяю вас дело не в недостатке невест он хоть разговаривал с женщиной который не платил за это да брось кто из нас каждый из нас прячется за словами а что это верт вернуть татциту кидору а ты что думаешь об этом это идея дачи все письма отправляются одному и тому же адресант когда перемещаем лагер другое место штраус занимается всем этим и говорит что скоро ожидаются другие вещи от цвета этого татцит ну ка давай сюда письмо пора делом заняться ну и чем медленно идем побыстрее давай ой 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 мужик ты куда идешь ты под колеса падают под лошадей прям бежишь но ну что ж нам сюда но и какой у нас план я стреляю в продавца ты не ты чё спрятил что я думал мы бандиты бандиты но не идиоты мы грабим идиотов которые обкрадывают людей а эти пытаются просто себя на хлеб сработать значит ты пойдешь туда и купишь для нас еду и никакой стрельбы ты уверен да на этот раз время для убийств еще настанет а ты чё делать будешь пойду почту проверь ничего особенно это почта до ой мужик могу чем-то помочь да я бы хотел отправить письмо ладно без проблем а штрафы есть у нас какие-нибудь есть два штрафа давайте выплатим ого так погнали подтормаживать что-то реально ну давай садись уже но чего ты ждешь садись а положить надо может быть ты сядешь уже на конец а ну что ты все купила да да и как кое-какую одежду там да не начинай я буду носить все что захочу я же говорил мы сможем всю работу делили пополам я не была милой женушкой цветов во волосах не носила все вот эти красивые одежды не сомневаюсь теперь у тебя вид что надо скоро начнешь курить сигареты играть за губ на губной гармошке да знаешь я ведь раньше играл на гармошке до того как мой дом и все сгорело в нем дотла я знаю мне очень жаль ты знаешь о чем я может быть пересмотрю для тебя другую мне жалости не надо просто обращайся со мной как с равно и знай что мне никто ничего не отнимет только не убивай на шоу пора ладно приветствую вас здравствуйте чё вы тут замышляете просто едем домой до земля налетчиков из леймана если хочешь проехать плати налог но это уж вряд ли вы так не думаете может остановитесь прямо сейчас остановиться именно это я сказал а что ты скажешь на это уходим быстрее блин свалим чертовой матери блин ну что она так ну ты же хотел побывать бою вот и сбылось твое желание блин капец чуть так логучие все блин капец чуть так логучие все но вы что а сдохни блин до шесты блин опять спрятался и не успеваю никак не попасть а последний удалить решил д ну и вроде все артур хорошо стреляешь планы и придут давай сюда поле ты и так уже много нашумел да все нормально показали мы этим гадам да напомни мне что я никогда те не злил они просто хотели на нас напасть из засады а ты показался неплохо только не устраивай бои так как бы близко к лагерю надеюсь никто это не станет расследовать ты расскажешь дать что будет если он спросит то возможно а может и нет как они себя называли что-то вроде кто знает а в общем не вздумай перестану только закидываться про это да как те не стыдно я бы мне бы в голову такой не приходил я немного протяжаю стол и даже прославился я тебе не ни одного письма не доверяю вот что я просто хочу заглянуть в этот твой дневник до жути хочу да блин как тяжело поворачивать а погнали уже темнеет надо наверно спать давай 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 пожалуйста быстрее не хочу долго ждать в прошлой серии мы так угарно с вами пели пока рыбачили что некоторые из вас ас чуть в штаны не наложили со смеху насколько я понял так значит вас там не убили миссис Эдлер не совсем но я бы сказал что мне не хватало вот точных бесед с вами но это было бы неправдно мне там понравилось да мы с миссис Эдлер неплохо справились с покупкой продуктов спасибо мистер Морган да не стоит благодарности я проехал с вами еще раз бы если вы этого захотели может быть если докажете что сможете поставить ну все говорят что я не оттесанный но про холоды мои я не боюсь мы справимся сами Артур ты очень здорово помог ну ладно миссис Знайка продолжим ой извините чихнул фух короче говоря что это было вообще так во первых мы идем поспать ну что скажешь чего насчет двух семей богатых семей в больших домах не знаю пока осмотрись постарайся что нибудь выяснить только без шума дачи я мы думаем что тут можно заработать ну надеюсь посмотрим что можно из этого сделать хозь 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 что это была вообще за миссия цель 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 а 1 адлер как как и всех этих женщин решили это это самое ну еду готовить просить там все такое убирать и так далее как и всем женщинам а она не была никогда домой хозяйкой и она решила доказать что она стреляет не хуже мужчин ну и собственно в этой миссии она действительно себя показывает как хороший стрелок и так что дорогие друзья женское право может быть и не только связано с кухней и так далее так у нас есть несколько заданий первое от греев но этот шериф грей а второе от датча вандерлинда шериф грей просил вас с датчем как-нибудь снова зайти к нему ну и давайте ну почему бы и нет давайте дачу американское самогоноварение где моя лошадка ооо андреэс чисти чист давай гладить ну и давайте погнали туда чем бы нам заняться блин лёха с канала чё хочу то и ворочу мне надо было в начале видео это сказать сказал что я плохо дерусь в этой игре там не уклоняться не умею ничего делать не умею блин здесь сложнее делать чем в гта 5 там надо одну кнопку нажимать и все он кулаками машет здесь надо еще одну кнопку захвата держать второй кнопкой бить третьей что то делать еще так что так что извини так я думаю что мы почти добрались так я думаю что мы почти добрались воу воу осторожней Так, давайте избавимся от метки Зайдем внутрь Конечно, конечно О, вот и мой добрый друг Артур Калахан Он охотник И убийственно хорош Артур, я полагаю, ты не успел представиться мистеру... О, извините, шерифу Грейн Как поживаете, сэр? Да не жалуюсь Опасная у вас была работа Правда? Вы можете не разыгрывать этот цирк Жизнь, это такая штука И ни один человек никому ничего не должен другому Мне кажется, что судьба сурова с нами обошлась Когда вы потеряли работу Но здесь, в роуте, найдется работа для честных людей Крепкая штука Все же Вы выглядите довольно неплохо Именно Прошу прощения Я же говорил, что мы сделаем карьеру Помощники шерифа Ты чё, сперил? В компании этих пьяниц, недоумков и рабовладельцев Мы честные воры Просто обязаны стать поборниками морали О, шериф Грей Повернулись О, послушайте В этих лесах кто-то варит самогон Из-за этого страдает репутация всего округа А штат лишится доходов Может вы, парни, вырвете эту заразу с корнем? А я подумаю, не сделать ли вас помощниками Мне нужно немного псей Да, без проблем, сэр Совершенно без проблем Теперь вы в надёжных руках Люди зря тратят время на пропаганду трезвости Хорошему человеку выпивка никогда не наступала Артур, ты поедешь с помощником шерифа Залезайте и поехали бы Арчибальд Как вы? Неблох А ваш друг как? Взялся за ум? Да, кажется, он усвоил урок Поздравляю! Вы временно стали помощником шерифа и округа Скарлетт Медоус Многие города делают грязную работу руками охотников за головами Но шериф Грей считает, что закон должны слушать Слушать А ещё тут приятно слушать старших по званию А что, есть? Ну конечно, чёрт побери Работа опасная, но вы держитесь меня и всё будет в порядке Ладно Арчибальд хочет напомнить нам, что он здесь главный Конечно Кто ещё же? Вы здорово помогли нам в истории с Сандерсами Я вымыл вам словечко За вас словечко шерифа и мы это ценим Остальных мы быстро скрутили Лично я хочу, чтобы вы их вздёрнули Ну да ладно Короче, значит эти самогонщики Не просто самогонщики Брэйт Уэйты Я вам рассказывал про Брэйт Уэйт? Ну ещё бы Старая семья хлопковых Планты Тору Они пока не изменяли законы о труде Теперь они варят самогон Их дистилляции спрятаны по всему округу Как только мы ломаем одну, ломаем следующую Это можно назвать падением Они с самого начала были на дне Мне некогда заниматься неплательщиками налогов Говорят, что Кэтрин Брэйт Уэйт Увлекается дорогим хобби Разведением чистокровных лошадей Оу, в общем я слышал Что эти семьи воруют между собой за золото Ну, такие слуги ходят И Грей, и Брэйт Уэйты Что одна семья, что другая Каждая семья украдёт что-то у другой Нелегко быть богатым, судя по всему Наверное Значит, этот значок вам, кстати, очень к лицу, мистер Улимс Да? Мне так тоже кажется Приятно снова прослужить в своей стране, да? Я бы так не сказал Эй, стойте Видите эту повозку Проклятые мухи Клянусь, у них ко мне какие-то личные щёда Ты мог бы попробовать О, за мной Да, я уже тут у корида стою О, это недавно произошло Смотрите-ка, костюмы, галстук, одна, бля, аккурат в лоб Готов поспорить, это Работали налётчики из Леймана Да, я сегодня уже сталкивался с ними Вчера точно Ну, давайте посмотрим, нет ли при нём документов Есть Ну, ладно, нам пора Я прошу сюда кого-нибудь, чтобы забрали тело Садись, 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 давай А, с той стороны Примите полуводие Я хочу взглянуть на эти бумаги Я скажу, куда ехать Итак, Фредерик Митчелл, член законодательного собрания Лейман Бедняга Да, явно похоже на налётчиков Куча анархистов, бывших военных, безо всякого уважения к закону Это уже седьмое убийство госслужащего в этом году Да уж, не самая приятная публика На перекрёстке, поверните направо А Брэд Уэйд ещё ведут с нами дела Ни стыда, ни совести Мой дядя всегда говорил Родился в дерьме, дерьмом и остался Раз он всякой жизни уже всякого насмотрелся Я был священником и шерифом Мог любого матроса перепить в лёгкую Правда, одна ладонь у него была крошечная, как у ребёнка Это наглядно говорит о том, что за люди эти Брэд Уэйды Вдумайтесь только Я втолкую людям, которые даже этого не знают Так, мы доехали Что-то про Брэд Уэйдов И там говорили, по-моему О, меня тошнит от одного этого слова Всех, кого найдёшь, брать живём, ясно? Арестуем всех Прикроем вот эту лавочку раз и навсегда Надо посмотреть, с кем мы тут дело имеем Видите? А что я говорил? Ну, что я говорил? Я говорил, что тут полно паразитов И мы только что нашли крысину нору Пар эксцелент Как говорят в Париже Моя тётя была в Париже в 1978 Ой, 800 точнее Он же тут же другие годы Он никогда не умел говорить красиво Но для этого он подходит лучше всех Давай разделимся Артур с Билом И я с Арчибальдом Так, вы, парни, направо или налево? Пожалуй, направо Ну, накажем этих грязных дегенератов Помнишь, что он сказал? Нам нужны они живыми Просто вырубим их и свяжем Да, я вас понял Помощник шерифа Уильямсон Ты иди выруби того А я вот этого А стоп, их тут двое Погоди, пусть они пройдут Ой-ой-ой Он в эту сторону смотрит Плюнь на этого сальника Займись вторым Эй, че такое? Что это вообще Что за лаги такие? Ой-ой-ой Кошмар как лагает Из-за чего только? Сейчас, сейчас, сейчас Ой, что-то вообще все тормозит Хуже Еще не было никогда Бурой-ой-ой Ту-ой-ой Блин Так Кажется, это все И что нам делать? Все это лучше уничтожить Ваши люди с вашей площадкой обращаться умеют? Да, конечно Кроме него Что расскажете мне про бурой-ой-ой О, я, наверное Даже вспоминать-то больше не буду пока Так, а вот и динамит Куда бы нам его кидануть? Ой, а блин, как у меня Сверхбит внутри, а? Сейчас шум поднимется О, блин С-за чего так тормозить, все Ничего не сработало, почему? А, надо прикрепить куда-то Что не подшигает Это динамит О, режим! Ну, капец, какие лаги Ну, кому понравится Это О, о, хошвар Капец, я думал Я его не поджег Ой, придется пострелять, походу Что-то у меня опять насморк пошел Откуда эти гады вообще взялись здесь, а? А эта штука взорвется? Нет Капец, почему так сегодня все лагает, а? Именно вот на этом задании Неужели тут что-то жестокое на экране творится? С-ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс да блин да сдохни ты где он блин как он ничего не умирает атак так еще кто-то остался так больше их не вижу от и тоже не вижу но найдем дачи свалим отсюда да снарядов очень мало с отлично ладно извините но у меня и моих людей есть еще другие дела похоже нам не удалось уничтожить весь самогон а нам до кончится день обычно я забираю для личного употребления это как бы моя премия я лучше пойду домой пожалуй возьму парочку бутылок а вы забирайте остальное ну чтобы вы не остались в обиде особенно после войны прежде всего мы американцы само собой но мой кузен вебстер он часто говорил некоторые из нас не настолько уж и американцы ну ты понимаешь да только я не очень но уже дегенерат никчемное белое говно деревенщина сволочи наконец-то давайте погнали краю тупых такое за за пухости господи как сказать мы тут гений оказывается билл а ну-ка увози нас все это добро отсюда давай ты поешь со мной босс может это лагерь с лагерем спрятать конечно покажи хозе и он найдет ей применение что артур неприятности вечно вот так судя по их воплим я решил что покупатели старина арчибальд вопросов не задавал и нам тоже не следует я и не собирался но дело стоящее стать помощником шерифа и спрятаться у всех на виду эти законники два семейства сдается мне что мы всех обставить можем это в духе хозе и будет это гораздо больше похоже на молодого дачи что значит молодого дачи я так же силен как и раньше о слушай а может устроим гонку ну ладно принято молочи да так когда я скажу приготовься раз погнали что то у меня пока я записывал что на нос сильно заложило извините ты всегда был скверным наездником да мы сейчас посмотрим я уже тебя догоняю блин да все такие все я помню когда ты был в молодые годы каким ты был финишная прямая ты действительно надеешься удержать преимущество да уверен прости артур надеяться тебе не наш нет нет есть еще на что надеяться я я его задержал как хило да давай давай потерпи андре совсем немножко осталось потерпи чуть-чуть ну собственно я победил о да я и не знал что такой мастер по части отступления но я не знал что к старости я стал таким неповоротливым да время суровая штука вот доживешь до моих лет тогда и поймешь всего доброго сегодня мы отлично повеселились ты я собирался сказать что ты мне как сын но ты мне больше чем сын на самом деле ну что ж дорогие друзья на этом закончим пожалуй у нас кто появился стоит моливший ну и игры конечно же с ними мы займемся позже следующий раз но пока что всем спасибо за просмотр с вас лайкос подписаться с меня эпичный видос подписывайтесь на этот канал также выступать ему группу вконтакте всем пока